Дорогие друзья, в общем, как же мне, в общем. Сегодня удивительный день, и я буду говорить с вами шепотом, потому что голос дел. Я надеюсь, вам меня слышно. Надеюсь, камера уловит мой шепот, и мы сможем насладиться этим знанием. Я хочу вам представить работу, четырехлетняя деятельность, которая была еще не закончена. То есть это еще процесс. Но он имеет место быть для того, чтобы можно было понять, куда двигаться. Мы занимаемся наукой времени, и для нас очень важно знать культуру, откуда мы исходим. От Майя осталось три кодекса. Парижский, Трестонский и Мадридский. Они лежат в трех разных городах. И поэтому так и имеют название. Мадридия в Париже и в Трестоне. Я объехала эти три точки. Была в других странах. И в Мексике, и в Японии, и в Европе. И ходила по библиотекам. Чтобы посмотреть, есть ли там в библиотеках эти кодексы. Кодекс. Это вот такая вот кармошка. Двусторонняя. Этот, в частности, Мадридский кодекс. То есть здесь представлена именно работа над Мадридским кодексом. Но суть одинаковая. Мы хотим сделать все три кодекса для изучения науки времени. Я съездила туда и отфотографировала все картинки. И сделала так. И сделала так, чтобы можно было смотреть по фотографиям. Потом собрала, нашла файл, который можно, ну, там по отдельности. Мы тоже с дизайнерами это все собрали. Склеили и распечатали на длинный. Потом Юрий Валентинович Гноресов, наш великий ученый, сделал огромную работу в 50-х годах, издав книгу, в которой он представил черно-белые картинки. Но книга, она листается вот так. А кодексы, они двусторонние. И это 7 метров. Только один кодекс. Соответственно, нельзя уловить целостные картинки, кусочки. И он никогда не видел цветными. А цветные, это совершенно другой вид. Вот мы видим разницу. И, соответственно, говорить про разницу черно-белого и цветного. Но очевидно. Например, вот данная картинка показывает, у него есть описание. Черный человек с черными трубными пятнами. Но мы смотрим на него. И понимаем, что, во-первых, это не трубные пятна, потому что он смотрит. Во-вторых, ну это и не человек. И, соответственно, как бы интерпретация всего этого встает под большим вопросом. И фигурки, которые здесь используются, они очень интересные. КОНЕЦ КОНЕЦ То есть, вот здесь мы видим, какие они цветные. А вот это. КОНЕЦ КОНЕЦ А вот это. Это фотографии. То есть, здесь совершенно другое качество. Здесь видно, что они яркие, они цветные. Вот этот черный человек, он совершенно другой. Есть картинки, которые переходят друг в друга. И на этих элементах очень интересно. Это очень развивает внимательность. Но у Юрия Валентиновича есть стертые моменты, которые он не знает, как расшифровывать. Там просто точки. Поэтому мы сейчас находимся в процессе отрисовки. Как это должно быть? Потому что есть определенная логика, как можно дорисовать и как можно сделать. И вот эта, например, часть очень интересна и полезна для изучения науки времени. Потому что мы видим, что здесь начинаются определенные примеры. И для науки времени здесь есть аналоги, антиподы, огуртные учителя, земные семейства. И это раскрывает совершенно другой смысл всего этого. И было бы классно для того, чтобы отслеживать. Мы могли сделать вот такую сетку, где каждая страница имеет свой рисуночек, свой номер. Чтобы можно было ткнуть, что на М2 рисунок 52. И вот этот повторяется еще вот там, на М57. Или они схожи. Или можно дополнить. Это очень удобно. И следующий уровень, что мы можем сделать, это повторить. Как это было изначально и как это сейчас. И чтобы можно было посмотреть на черно-белый, на цветной, на сетку. И иметь такой напор, раскраска, картинки. И это занимает время, это занимает творчество. Это очень развивает образность, это развивает наблюдательность. Это исторический документ, которого нет ни в одной библиотеке. Потому что там не издавали цветной вариант. То есть издавали только черно-белое. И такого анализа нет. Это вообще как бы прорыв в науке, в культуре. И дает невероятное творчество для людей. 16.50. То есть единая разно-галактическая культура. Медсетку для упаковки нашей информации. То есть сетка нам сейчас была продемонстрирована. И то, что нигде нет ни в одной библиотеке, ни о новом мире нет, дает возможность исследований в области космических наук и науки о времени. Да. Да. Это может стать объединяющим фактором международного сообщества. Потому что нигде, ни у кого нет. Даже в археологическом музее в Мексике нету вот этого кодекса в развернутом виде. Он лежит там, как кармошка. И не демонстрируется. И, соответственно, никто не может на него посмотреть. Надо ехать в Матрид. Он выглядит вот так. Но как можно таким пользоваться? И, соответственно, есть фоксимилия, но сделаны по образу и подобию. Оно стоит до 30 тысяч евро. Ну, как бы, очень похожая копия. Но нам нужно это для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой. И то есть должны быть черно-белые, должны быть цветные, должны быть, как они сделаны. И там очень много интересных закономерностей. Например, вот эта вот страница 77 и 78. Она имеет очень интересный момент, потому что она перевернута и сделана зеркально. Потому что в Матриде оно демонстрируется на три части. То есть нет такого, чтобы можно было увидеть все целиком. Оно поделено. Первая часть, вторая и третья. И, соответственно, вот на этом месте происходит разрыв. И это не увидите, если, ну, как бы, один угол там, другой угол здесь. И видно, что они, например, перевернуты. Почему? Потому что здесь вот эти вот рисунки, они идут последовательно. И мы их знаем, как они читаются. Соответственно, они должны быть перевернуты. А вот эта вот штучка показывает нам вот эту вот связь. То есть если бы не было вот этой штуки, мы бы вообще не заметили, что тут есть какой-то сбой. Здесь как-то что-то не так. То есть в этом кодексе очень много интересных тайн, очень много интересных особенностей, которые прямо могут поднять интерес к наследию Гноросова, и к наследию Год Майя, и к наследию Науки Времени. Потому что мы можем увидеть здесь закономерности тонов в печати и знаем, какие вот это вот желтый воин, желтая звезда. Тут непонятно, что желтый человек и желтое семя. Соответственно, мы можем сказать, кто это знает. Зная, потому что мы знаем логику, математику, науки Времени. И это закрывает совершенно другой уровень подхода к наследию ХСР Куэллиса, к наследию древних Майя. И совершенно по-новому помогает взглянуть на то наследие, которое было оставлено для нас. Космическое посвящение Майя – наше крещение. Спасибо. Спасибо большое. Данная работа имеет большое значение. Это, ну, не меньше, это десятки, сотни тысяч затраченных труда часов, дизайнеров, нескольких дизайнеров. Да, подожди, тут труд человечества вообще. Да. Наверное, ни одной расы, ни одного. Нет, ну, просто даже, чтобы вот это сделать. А вот это же, а, да, техническая работа у нас такая. Соответственно, это требует от дальнейшего финансирования. А с ЮНС-ка там как-то вот с этим нет? Нет, еще нет. Ну, вот это сейчас в моем сознании уже складывается картинка, как вмещание в русский язык. Как раз картинка уже, да, превратилось в таких, очень серьезных, ну, как бы, маск подпрыгнули. Маск, какой иметь? Космическое образование маска. Да какая разница, кого иметь, он же менеджер для... А есть файл? Так надо просто файл передать. У тебя это в одном интернете? Для отпечатки, я имею в виду. И что ты решаешь? Отдать это сейчас или не отдавать сейчас? Ну, отсюда ничего просто так не уходит. То есть то, что сюда попадает, оно здесь и будет. Я имею в виду, что... Вообще не уходит. Ну, вообще не уходит. То есть оно, если ты его передашь, оно здесь как в музее и останется. Сергей Леонидович, да. Не в музее. Сергей Леонидович хотел взять с собой в Питер, что ли? А, так, ну, ты можешь в доверии тут абсолютно. Ну, это как сердце, а так... Вот я для себя решаю сейчас. Я кто вы, как бы? Ты имеешь в виду, как... Забители наблюдают. Как будет решение? Просто пока цифровую версию, нет? Цифровую версию вообще нет. Нет? Это самое ценное, что есть цифровая версия. Потому что она может быть откопирована в любом формате, в любом месте. Поэтому бумажная она вот в одном... Так, а может быть нам сейчас сделать какую-то типа NDA и подписать, что это переходит, допустим, в пользование... Это все только личные отношения, когда есть... Это только моя проблема, которую я решаю сама для себя. Это не касается... То есть все остальные будут уже потом проявлять свою свободную волю, ответственность, доверие... Тантра, да-да-да. Потому что, с одной стороны, здесь все очень понятно, но здесь требуется много пространства. Вот это демонстрация того, как это будет в конечном итоге. И это демонстрирует, как это будет до конца. Как это будет в... Ну, как сказать... Я не сказала важную мысль. О, привет. Привет, привет. Ничто так не наполняет и не вдохновляет художника. Как предоплата и... Полнота аванса. Полнота аванса. Помоги, что за тобой еще десятки и сотни участников коллектива. И вот это очень важная часть, что со мной стоят десятки и сотни большого творческого коллектива, которые хотели бы участвовать в этом огромном движении по развитию науки и культуры. Галактических смыслов и творческого потенциала. Но каждому из них нужно бюджетирование. Нужно задержать семью, детей. А нужны технические средства для того, чтобы обеспечивать свою жизнь качеством. И делать качественные результаты, выдавать. Поэтому, если, друзья, у вас есть возможность поддержать это целое огромное международное движение и поделиться своими финансовыми ресурсами, мы будем очень благодарны, если вы будете помогать нам своими силами, энергиями, временем и деньгами. Объединив усилия, мы можем сделать очень многое. Спасти планету для следующего поколения детей Земли. И самих себя спасти, создав летающие тарелки. О чем мая? Что они перемещались на иных, не на самолетах, не на самокатах, не на электромобилях. Мы сможем раскрыть в себе силы левитации, силы телепортации, силы телепатии. И сделать машину времени для того, чтобы перемещаться в пространстве. А для этого уже существует программа SpaceZ, о которой мы расскажем чуть позже. И этот коин как раз нацелен на поддержку реализации проектов того, о чем мы сейчас говорим. Я думаю, что в следующем выпуске мы уже будем говорить о каких-то моделях финансирования данных исследований и поддержке развития этих технологий. Прекрасно. Кстати, пользуясь случаем, кто приезжает на следующей неделе и какой семинар планируется уже. То есть есть площадка, ты можешь сделать предварительный анонс. Зрители будут смотреть мысль безреченная, записанная. Может быть, это преждевременно. Фантазия? Мы фантазируем. Точнее не так. Мы хотим сделать семинар, где мы могли бы передать знания науки времени несколько мастеров из разных городов, из разных стран, которые уже много лет занимаются продвижением и развитием науки времени у себя, в своем мире. На следующей неделе, возможно, будет объединение людей, встреча в одном месте. Попрос Томатедов. Международный аэропорт Томатедов. Международный аэропорт Томатедов. Мне подсказывают место, локации. Это еще процесс договоренности, но есть большая вероятность, что это соберет большой интерес. И, возможно, мы можем вести онлайн-трансляции, возможно, запишем этот видеокурс, потому что это уникальный труд многолетних исследователей, которые шли по этому пути. И сейчас Галактическая Федерация собирает всех в силугромном порядке здесь, в Москве. И помогает нам каждому найти свое место в этом прекрасной галактической игре. Сегодня день космической синей обезьян, который помогает нам понять, что мы большие дети, которые сохранили связь со своим внутренним ребенком. И развиваем творчество, которое есть в каждом. Ихозер Куэли сказал о том, что Теот-Е равняется арт. Это означает, что энергия, преобразованная во времени, становится искусством. И когда мы каждые будем проявлять свою жизнь как искусство, мы сделаем наш планетарный сад красивым, гармоничным, цельным и самодостаточным. И многое в нашей жизни изменится. Моя цель, какую я для себя увидел в путешествиях, это сохранение природы планеты Земли для следующих 10 миллиардов человек. Ну, хотя бы 10 миллиардов, да? Ну, вот, вчера смотрел фильм, в котором в конце один ученый, это, по-моему, Кот да Винчи вчера был, или что-то такое. В общем, там вот эти загадки времени, там и так далее, и так далее. И была концовка, даже ближе к концу, но не концовка, что 32 миллиарда человек будет жить на планете, и будет еще больше борьба за ресурсы и за все остальное, и планету совсем, короче, ну, там, изничтожит. Вот. Наша философия, чего вот лично я сторонюсь и преследую, это сохранение, в первую очередь, экологии. Забота об экологии, забота о природе, о матушке, да. А если мы говорим об этом, тогда нету ни американец, русский, ни... ну, вообще тут отдельная история, да, русский – это прилагательное тоже, да, и американец может быть русским. Вот. Тогда здесь мы говорим, что есть в прикладном формате технологии, которые приводят только к результату. Исходя из этого, формируя мнение, что и за результат мы не отвечаем, потому что в результате больше одного принимает участие, да, ну, и внешняя среда, она опирается на какие-то факторы, которые не всегда в сознании человека проявляются как необходимые, да, мы это потом понимаем, ну, либо вообще не понимаем, что так оно должно быть, коли так случилось. Мы с тобой стали же говорить о том, что объединение идет на основании создания искусственного интеллекта, на основании андроида, который будет... Это было одно предложение, одно из предложений, а как это сейчас будет разворачиваться, расскажу. Маск отказался участвовать в этой истории. И сейчас едет очень такой непростой, известный индус с капиталом, ну, со своим капиталом, который разворачивает компанию. Ну, я не буду озвучивать ее название, но мы его вовлекаем в марте месяце в SpaceZ. Это компания, которая Ольга Афанасьева родила как альтернативу Илну Москву. Ну, предлог от России. Вот. А если мы говорим тут про космос, технологии, они становятся уже... Ну, только лишь бы не убивали и не ели никого. Да, а по большому счету рождение единого организма, который будет что-то объяснять или приносить какую-то пользу и будет являться в общей системе координат ресурсом. Я думаю, что это одна из позитивных таких новостей, которые можно применить. Просто применить. То, чем я занимаюсь, развивает естественный интеллект, развивает человеческие взаимоотношения, ставит реальность взаимоотношений людей на первое место. Все технологические вещи. Ты уверена, что мы не эти... не боты, запрограммированные в оболочке здесь? У каждого есть свое мнение. Вот я не бот, у меня есть свободная воля. И я распоряжаюсь ей так, как считаю нужным. Соответственно, человек проходит сейчас главный урок. Бот он или не бот, это его свободная воля. И мы не манипулируем людьми, мы не составляем, мы не вовлекаем, мы даем возможность раскрыть свой потенциал, раскрыть свою личность, раскрыть свое физическое, духовное и ментальное тело наилучшим образом. Ну, это божественный принцип, наверное. Поэтому технологии, лишь средства, не являются для нас ведущим, которым мы будем вкладывать силы и ресурсы. Я наоборот говорю, чтобы мы оттуда черпали и вовлекали больше творчества людей. Ну, как бы все, это андроиды, это вот, ну, короче, нам надо поднять идеи, нам надо поднять семьи, нам надо поднять отношения между людьми. Это очень важно сейчас дать возможность, чтобы каждый человек раскрыл свое творческое начало. И поэтому у нас есть, ну… Механизмы. Мы хотим поменять инструменты измерения времени и пространства, перенастроить мозг снаружи. Это не сделать. Это человек должен сделать самостоятельно. Сам пройдя этот этап от Езет-Ясель до Высшей Школы. Это долгий путь, потому что сознание растет медленно, нейронные сети растут медленно. Соответственно, на это нужно время и ресурсы. И здесь нельзя никуда торопиться. Никакие машинные, цифровые технологии не ускорят, потому что человек будет читать книгу, но видеть фигул. Я буду говорить, он не будет слышать. Соответственно, просто этот человек созревает. И наша сейчас задача в том, чтобы создать команду людей, которые будут идти в одном направлении, в котором будет один, единый аппарат, единая цель, единые задачи. И не уйти в лжи теории, в надуманные идеи, преодолеть кордыню, преодолеть понятие денег и сделать так, чтобы наш мир стал немножечко иным. Я попрошу тебя остановиться, потому что мне трудно говорить. Благодарю. Мы отдаем это или нет? Он же уехал. Решай. Прихлазим сюда. Хорошо. Хорошо. Это самое сложное в моей деятельности. И ты опять здесь, да? Галактическая Федерация, этот парень для каких-то задач, да? Сергей Леонидович, вам точно надо это тащить с собой? Да. Я же еду к издателю, если не к этому. Давайте обсудим. Вот здесь вот эта вот вся длинная штука. Вот это визуализационный, ну, который прям... А лучше взять, наверное, и это, что я, в принципе, еду. А когда вы вернетесь? В директорной. Просто я, ну, решаю сейчас для себя. У меня все это в одном экземпляре. Если вот это я могу все напечатать, ну, даже это могу напечатать, то вот этого нет. Ярослава, отрежете мне палец, если что-то будет не так. Да? Да. А вы положите... Все, передовой под видеокамер, и вообще, да, и щимор не парится. Вот он счастливый обладатель. Да. Не, самого лучшего галактического тумуса. Да. А вы... Ничто так не радует художника, как... Как это? Полный полученный бедоплатель. И полный аванс стал. Спасибо за это. Это мы уже съели. А вот съели. Какие у тебя есть в Галактической Федерации вопросы? Галактической Федерации вопросы? Теперь вся жизнь будет предоставлена камере. Теперь каждый мой шаг будет фиксироваться. Каждое мое слово записываться. Мало того, что я это делала сама, теперь будет это еще два глаза. И еще три камеры. Голд. Это все помещение оборудуется камерой. Вот стоят камеры. Сильвера уже прогреваются. Я морально готовилась 20 лет. Что моя жизнь будет прозрачной. Что все, что буду я делать, я буду нести ответственность. Можешь рассказать, что система патентования себя изжила и патент это защита была. Ведь кто хочет обмануть, он всегда обманет. Вопрос всего лишь как бы просто зафиксировать, кто кому как передал. Да. То есть векселя, еще что-то, ценные бумаги, некие формы расписки. Видеопротокол, видеопротокол позволяет тебе зафиксировать, пропало, если что-то. Даже если будет отнекиваться. Ну, не говорим, что будет. В данном случае имеется в виду гипотетически что-то. Есть фиксация. Да, есть фиксация, видеопротокол. Да. Хроники Акаши. То есть в помощь хроникам Акаши. Да. Поэтому все отпусти, все прекрасно, все замечательно. Мужчины в восторге. И, конечно же, небесная благодать прольется на тебя дождем изобилия и благодать. Да, и десятки, тысячи, сотни людей, которые стоят за мной, тоже испытают это чувство изобилия. Ну, а что же? А мне что же? Это чудесно. Об этом дне мне говорили несколько лет, что когда-нибудь мы мечтаем, чтобы все объединились, чтобы все шли в одну сторону, чтобы все смотрели, делали нужные действия. И вот сейчас мы являемся свидетелями, что это начинает происходить. Это невероятно. Это когда ты смотришь, и твоя мечта сбывается, и ты такой, о, надо же, я только думал, а это такой раз. Юрий Алексеевич. Пройдемте. Дай обратную связь, ты как, встань сюда, пожалуйста. Дай обратную связь по действию, которое здесь прошло. Что ты увидел со стороны? Ну, ты зрелый человек, зрелый мужчина. Ну, если одним словом, то, конечно же, космос. Ну, вот, мозг пытается выхватить смыслы, то есть, понять. И, первое, что я увидел, да, я увидел пентаграмму, которая на, как вот на фресках, на египетских пирамидах, когда есть линейки такие, да, звездная карта такая. То есть, я увидел, что, такое ощущение, что вот передо мной расположили пентаграмму, на которую нужно, в которой нужно прочесть. Вот. Это мне захотелось пройтись по этому рулону. И какой-то ассоциативный ряд я провел с Египтом. Ну, это. А люди, которые слушали, такое ощущение, что вот мудрецы, как бы сидят, перед которыми вещают какие-то знания женщину. И вот в этом плане есть женщина. Конечно. Это мистическая роль женщины, про которую глобальная волна. Говорят, там мне говорят, «Ярослав, ну что ты вцепился в этих женщин?» Нет, это же женщина-то вселенная. Понимаешь, и вот ощущение такое, там есть очень интересная такая работа в виде архитектуры, наверное, я посмотрел гипсовая, да, женщина, которая держит шар земной, то бишь вселенную, и напротив ее ученый, по-моему, Архимед, который смотрит на нее, и я понимаю, что такое взаимодействие одного понять другого. То есть, вот такое вот ощущение. Ну, как минимум, вот это первое, какое я сделал заключение, и мне захотелось поглубже немножко проникнуть, смысл хотя бы зафиксировать, чтобы потом спокойно все изучить. Как минимум, мне родилось очень много интересных идей, и ответов, кстати. Я пришел, и кое-какие ответы почву, потому что как будет по китайские наушники, знаешь, а по-японски, по-немецки, а по-французски. А очень просто. Режиссерку должен взять и показать. Это мир кино, образ. То, что понятно. Как можно яблоко понять, не увидев его? Увидев, не попробовав. То же самое и жизнь. Мы заходим сюда с ответами, смыслами, ответами, вопросами. Вот. А вот для чего мы здесь в лаборатории, как сказал Ярослав Старукин. Этот ответ человечеству нужно найти внутри себя. Как ты видишь свое предназначение? Ну, вот раскрыть как минимум смыслы и подойти. Знаешь, как я ощущаю себе Буратино, у которого есть золотой ключик, который... А он у нас очаг даже есть. А, даже так? Интересно, как. Вот золотой ключик, да, где дверька? Дверька, а дверька, она всегда лежит через женщину, я сразу могу сказать. Врата рая, они, и это... Вот если взять символ, да, России, это женщина, и они лежат у ног женщин. Буратино. 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 ключи. Чтобы взять, надо нагнуться, наклониться, а не заставить на колени. это образ... Нельзя напиться воды, не сойдя с коня, надо сойти с коня, усмириться, приклонить колени, приклониться, приклониться, да. Это происходит, Господи. И это... И путь к творцу к следующим смыслам лежит через женщину только. Какое прекрасное, мудрое завершение великого режиссера Юрия Алексеевича Голуда. Благодарю. Старок Леонидовича, Начал и прекрасно закончил. Я рад с вами встретиться. Все, чтоб снято. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok